Шалом, дорогие друзья! Шалом, шалом! С вами я, Леви Ашер Харпатин. Вас ждет свежая майса. Рэбба, когда возглавил движение Хаббат в Нью-Йорке, получал очень много писем с негативными высказываниями. Многие большие раввины Америки ему говорили, ставили на вид то, что как ты можешь говорить своим ешевистам, чтобы они накладывали тфелин грешникам, которые ничего не соблюдают, у которых не омыты руки. Как ты можешь отвлекать их от учения Торы, Гморы, Мишны, что нельзя так делать. Потом, как ты разрешаешь общаться ешевистам с женщинами, они дают им свечи, как так можно? И это накапливалось, накапливалось. И произошла у Рэбба такая беседа с одним раввином. Рэбба говорит, давайте я вам расскажу историю, а вы мне скажете какой-то вывод из этой истории, ваш, на ваше мнение. Йом-Кипур. Просыпается еврей. Богатый человек, занимается биржей. Включает телевизор, смотрит новости, что на рынке. Ставит чайник, чтобы выпить кофе. Потом кушает сэндвич. Ну, в Америке такие завтраки. Вот. Кушает сэндвич, мясо, сыр. Потом садится в автомобиль и едет в офис. И вспоминает. Йом-Кипур. Ой, надо же зайти в синагогу. Заезжает в синагогу, заходит. Ему там сразу одевают талит, дают молитвенник. Он там сел, у него свое место выкупленное. Начал что-то читать. Все, смотрит время. 15-20 минут. Все, надо ехать. Со всеми попрощался, уехал. Рэбба говорит, вы можете дать какой-то комментарий? На что ему отвечают? Конечно. Это ужасный человек. Это грешник. У него нет доли в будущем мире. Это вообще не еврей. Все, это самое мерзкое, что можно нарушить. Йом-Кипр. Ну как? На что Рэбба отвечает? Видите? А я считаю, что самое прекрасное в этой истории, что этот человек заехал в синагогу. И эти 15-20 минут Всевышний радовался. Так лучше, чтобы Всевышний не радовался и был разочарован в этих людях. Или чтобы он радовался той женщине, которая зажгла свечи, еврейке. Или какому-то мужчине, или мальчику, который одел тфелин, возможно, первый раз в своей жизни благодаря моих яшевистов. Поэтому давайте радовать Творца, как говорил Рэбба. Браха ва целоха.